друзья всем привет сегодняшнем таком небольшом ролике постараюсь быстро его сделать по мерям еще раз толщины на пластинах которые красил неделю назад ссылка на видео в коментах был один такой интересный комментарий на который ну так двояко можно сказать посмеялись многие человек написал по мере говорит толщины на пластинах спустя время какое-то в неделю уже прошла толщина увеличится даже так может быть прикиньте короче их специально повесил в том же порядке в котором украсил то есть тут эпоксидник один там два слова тут просто полтора и два слоя вот у нас окончательные замеры сейчас то же самое проверим откалибруем толщиномер есть специальная калибровочная пленка сейчас все это сделано и будем мерить нажимаем калибровку есть сначала просто притуляем есть теперь кладем вот эту пленочку у которой толщина 102 микрона плюс-минус 2 микрона все выдал то что нам нужно вот эту пленочку и мерить вот что ты то ли я приколить не могу ровно но тут еще очень важно блин не двинуть его в процессе того как притуляешь ну все нормально то есть от нуля до думали все пластины нам больше не нужно давайте мерить толщину здесь было 184 это один слой эпоксидного грунта и окрас с обычными двумя слоями лак один слой пак синика база два слова все написано только от толщины это не написал почему-то меряем в разных местах будем мерить 163 4 201 нету будет больше показалось меньше потому что на полуфлаке все равно какие-то есть пока что я ничего не говорю здесь было сто тридцать восемь это база плюс полтора слоя хайсмак сто тридцать восемь здесь было 140 и то го к чему я все это делал во первых у меня реально самому стало до безобразия и интересно и до смеха поразительно ну как такой бред можно написать я сейчас так кратенько нарисую имеем металл положили на него возьмем сложный окрас с эпоксидным грунтом в один слой два слоя базы и два слоя раз два три 4 5 слоев в общем 5 слоев нам дала 150 микрон те которые мы нанесли 150 микрон в каждом материале содержится разбавитель ну допустим кроме эпоксидного грунта во всех остальных материалах он по-любому содержится мы его туда добавляем я к этому сейчас веду то есть мы добавляем разбавитель который у нас после нанесения в процессе сушки испаряется мы померяли сухое покрытие после первой сушки но это не значит что все сто процентов разбавителя оттуда испарились процесс полного высыхания происходит чуть чуть дольше полной полимеризации есть полимеризация для установки полчаса там 50 градусов остыло ставим все мы уже механические воздействия никак не повредим слой но полное высыхание происходит течение суток у каких-то материалов двое суток каких-то материалов 21 день есть и такие материалы и в течение этого времени пока проходит полимеризация растворители содержащиеся в материале разбавители и растворители они испаряются туда испаряются туда испарение в двух направлениях бывает поэтому толщина лакокрасочного слоя никак не может увеличиться в процессе полной сушки то есть после окончательной полимеризации покрытие может стать только тоньше что сейчас мы в принципе видели если общие показания на каждой пластине сложить они будут где-то процентов на 5 меньше чем те которые есть примерно что это говорит что высохла полностью теперь что хочется показать именно по глянце чтобы посмотреть глянец пластины надо сложить кучу это у нас только база на пластинах это у нас смотрим что у нас отличается и как отличается по глянцу по глянцу небольшое очень незначительное различие есть полтора слоя лака но это обычный хс лак и два слова на мой взгляд отличаются по глянцу полтора слоя лака смотрится таким уже пожившим материалом который у нас чуть чуть хуже блестит вот реально чуть чуть-чуть теперь отдельно рассмотрим два слоя эпоксидника и один слой эпоксидника отойдет тут больше интересно что у нас происходит с шагренью но вот тут там где два слоя эпоксидника шагрень чуть чуть выше более собраны здесь более такая размазанная шагрень но тут даже красивее смотрится сама шагрень это более естественно как на бмв допустим по глянцу да вроде бы так и одинаково глобально прям разница нет кажется что два слоя там где два слоя эпоксидника блестит лучше но тут и тут оба по два слоя лака нанесены на пластины еще из того что мне подсказал в процессе общения технолог компания lecler в москве мы с ним общались по вайберу он говорит что там где один слой эпоксидного грунта и там где два слоя эпоксидного грунта будет возможно разница в глянце из-за того что эпоксидный грунт там где его меньше тянет себя недостаток разбавителя из лака потому что толщины эпоксидного грунта в одном слой мало и он напитывается из лака берет разбавитель растворитель разбавитель там где два слоя эпоксидного грунта ему достаточно для создания своей пленки и существования отдельно и он из лака не берет разбавитель и поэтому лак сам по себе застывает нормально с тем количеством разбавителя которое в нем должно быть поэтому глянец более естественно получается это то что я то что я впитал то что я понял из того что он не говорит а в общем по ремонту на перетерты скажем так грунт нанесенная база с лаком имеет мелкую шагрень более гладкое покрытие по глянце в принципе они одинаковые в принципе это все что сейчас хотелось показать эксперименты кое-какие проходят кое-какие еще будут проходить можно в комментариях напишите что вам интересно из того что можно сделать с материалом с инструментом какой есть здесь у меня в наличии чего можно проэкспериментировать что вам будет интересно потому что все что мне интересно я тут пробую кое-где втихаря пробую кое-что вам показывать поэтому все что интересно я вам показываю все что такое мелкое для себя какие-то двухминутные мелочи это я сам то есть экспериментирую и так далее на этом все всем спасибо за внимание хорошего настроения пока